Совет безопасности сам по себе уже говорит о важности обсуждаемых тем. По правую руку от губернатора его заместители, по левую руководство силовых блоков региона. Кроме этого на совбезе почти все краевые министры. Губернатор начинает совещание с проверки поручений предыдущих. Речь о рыбе, а точнее о ее постепенном исчезновении в Кубанских водах. Рыба должна быть наша, российская, из наших акваторий. Потому что цена на рыбу растет. Это тоже уже имеет место быть угрожающим для нашей экономики. И продовольствия, в первую очередь, людей. Это моевые кормили уток и курей на Кубани. А сегодня она стоит 120 рублей килограмм. Вот и дожились на Кубани. Но, собственно, рыбы уже нет. После поручения Венемина Кондратьева на предыдущем совбезе в Министерстве природы края сегодня доложили. В Минсельхоз России направлено предложение о временном запрете промышленного рыболовства в Азово-Кубанских лиманах. Мера должна помочь восстановить популяцию. Но если это уровень федеральных чиновников, то на Краевом сейчас можно решить другую проблему. В степных реках Кубани, по данным Минприроды, больше 800 дамб, которые мешают протоку воды. Многие из них незаконные. Получается, что в верховьях рек вода накапливается, а вниз не идет. Из-за этого пересыхают лиманы. Если убрать эти дамбы, вода потечет равномерно. Для того, чтобы все это наладить, нужно, чтобы каждая дамба задерживала воды настолько, сколько положено задерживать. Это элементарно просто делается. И можно будет поливные поля обустраивать, и можно будет разводить рыбу. Но прислушивается на совбезе теперь не только к мнению чиновников. Из Приморско-Ахтарска губернатор специально пригласил Александра Бирюкова, потомственного рыбака, которому летом на одном из совещаний предложил войти в состав краевого штаба по охране за водными ресурсами. Возьмите стульчик, сюда идите. Александр Герасимович. Губернатор как будто чувствовал, что обычный рыбак принесет пользы не меньше, чем чиновник. Александр Бирюков сразу рассказывает о том, что не прозвучало за все время Совета безопасности. Какие-то там ваши непонятные протоколы, одна бабушка сказала, это некрасиво просто, неэтично. Так, приглашаем взаимные претензии. Почему я его пригласил? Потому что хорошо, пусть он приедет и выскажет. И он высказывает, он имеет право на эту точку зрения, на позицию. Еще одна тема. Подростковая преступность в повестке совбеза стояла второй. Но вот озвученная статистика показывает, внимание к этому вопросу должно быть максимальным. Только в этом году на счету тех, кому нет 18 и почти тысяча преступлений. Это исключительно только редкие моменты, единицы, когда дети из хороших состоятельных семей совершают преступление. В большинстве своем 90-95% указано на то, что это малообеспеченные семьи. Там, где развито пьянство, алкоголизм, наркомания. То есть дети остаются сами по себе и они что хотят, то идиот. Понятно, что авторитет семьи в этом случае играет огромную роль. А вот излишняя самоуверенность родителей в том, что они полностью контролируют ситуацию. В итоге приводит к печальным последствиям. К примеру, по данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, каждый пятый подросток в интернете получает предложение о сексуальных связях. 95% школьников получают информацию именно из сети интернет. Не через телевизор даже, а через интернет. Где фильтры поставить просто невозможно. То есть мы можем их поставить в школах, что мы и делаем, но поставить у ребенка на компьютере, на телефоне – это невозможно. Выход из ситуации до банальности простой, считает Вениамин Кондратьев. Необходимо создать социальную инфраструктуру для подростков. Это спортивные секции, творческие кружки, клубы по интересам. Чем меньше свободного времени у ребенка, тем больше вероятности, что он не попадет в плохую компанию. Правда, для этого предстоит еще поработать. В первую очередь создать условия для тренеров и педагогов. И эффективнее настроить работу социальных служб. Мы на самом деле абсолютно недооцениваем ситуацию среди преступностей, среди несовершеннолетних. У родителей руки не доходят. И у нас не доходят. Дети начинают расти на улицах. Необходим индивидуальный подход каждого. Соцработника, воспитателя в детском саде, учителя в школе. Индивидуальный подход их и к каждому ребенку. Но наше равнодушие к этим подросткам обернется, я еще раз подчеркиваю, их равнодушием к нам только завтра, когда они вырастут. А сегодня мы как бы пробегаем мимо этих проблем. Многодетных семей, трудных подростков, мимо роста преступления среди несовершеннолетних, пробегаем и думаем, нас не коснется. Коснется. Эти дети вырастут. И рост совсем другой преступности у нас уже будет. Совсем другой преступности. Эту мысль губернатор сегодня повторял не один раз, если кто вдруг до сих пор не понял. Внимание политиков к детям не может быть абстрактным. Оно должно превратиться в системную работу. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар.